Самая большая задача и трудозатрата в строительстве в любом, это ремонт оснований, выравнивания и так далее, то есть что касается колоколов. Сейчас я покажу один из наших материалов, это нивелирующая масса цементная для выравнивания оснований, в том числе слабых. Также она подходит по деревянам, ГВЛ, фанере, ДСП. Работает она слоем от 2 мм до 50 мм с достаточно высокой продвижностью и с быстрыми сроками складывания высыхания. Перемешивается до абсолютно народного состояния, после этого даем небольшое количество времени для того, чтобы сработали классификаторы, которые отвечают за то, чтобы не образовалась пенка, смесь не расслабилась даже в толстом слое и увеличилась подвижность. Плюс все компоненты, также дополнительно для адгезии, как я уже сказал, для изгиба и для характеристик, в результате которых эта смесь в том числе применяется и на теплый дом. Выливаем на основание, я для наглядности вылирую сначала небольшую мужецу, показать, чтобы как она течет. Перемешал я смесь на мелком наполнителе, то есть самая крупная фракция песка, который здесь используется, 0,35 мм. Этой смесью при необходимости можно финишно подроблять какие-то динвекторы основания, причиной 0,5 мм. Сама смесь растекается вдвоем порядка 2 мм. Так как эта смесь над цементным держищем, то высыхает она под приклеивание подрытием. Каждые 3 мм засуну, то есть если необходимо выровнять основание до одного сантиметра, это через 3 дня можно приклеить линолеум, КВК-покрытие, пенолиум, любой другой наполнитель. КВК-покрытие, пенолиум, кирок-покрытие, пенолиум, гипсовые вверхуще позволяют работать в властных помещениях, промышленных комплексов и так далее. Часто Гопороз дает, в том числе она подходит для любых помещений с умеренной нагрузкой. То есть это офисы, это небольшие магазины, ну и безусловно это полностью весь киталуэнферсик. По ней можно ходить через 3-4 часа, она уже достаточно просит. Каждый замес можно использовать в течение 37 минут. Смесь, как я уже сказал, за счет своих компонентов, она абсолютно не расслаивается в ведре. То есть можно работать в каких-то там узких коридорах, то есть часть вылил, разровнял, поставил, потом опять взял. Она вот за счет этого не расслабится, не оседает на дне, не прилипает к основанию. Часто задают вопрос, как заливать такой массой в толстом слое. Многие заливают примерно так, как показывал я сейчас. То есть вылили один замес сверху, еще один. На следующий день будет видно вот такая картина, то есть визуально. Но если поставить правило, она разровняется. То есть сейчас еще она есть какой-то визуальный дефект, но разбежусь. Для того, чтобы она имела еще и замечательный вид, как вот здесь, после того, когда мы выровняли, распределили по основанию, мы ее прокатываем валиком. Тем самым мы окончательно ее выравниваем. За счет того, что передвигается масса, она забирается оттуда, где больше, например, как вот здесь, и распределяется равномерно по всей поверхности. Безусловно, еще валик выгоняет воздух, но смесь настолько подвижная, что воздух и под ней не остается никогда. Не приходится долго делозить, равнять правилам, выставлять маяки, так далее. Вылил, распределил, разровнял, помыл инструмент и шел домой. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов к ней помыть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!